друзья всем привет вы на канале с в сен хобби сегодня на обзоре у нас не так давно пришли мне модельки вот такие очередные модели ferrari утки вашу в масштабе 64 я прям чудо вообще тащу себя от этих моделей хочется прям всю коллекцию ferrari собрать потому что они реально ну классно выглядят особенно вот эти вот всякие старые ferrari это прям отдельный разговор вот это я долго искал тоже на авито она на алиэкспресс есть она стоит конечно там что в районе 4000 вот взял я ее что-то в пределах полутора или 2000 что ли она мне обошлась офигенная просто такая детализация ferrari 250 л.м. колеса как вот так вот они вращаются вот так машинка уже они у нее не крутятся ну-ка резинки вот эти вот задевают арки из-за этого колеса не крутятся вот у старых моделей ferrari старых годов многих моделей колесики плохо вращаются мне это конечно не особо нравится но модель конечно стоит всяких похвал давно уже я хочу эту модель детализация конечно у него прям такая на высоте я считаю как я и сказал хочу всю коллекцию ferrari собрать не обязательно бренд киоша конечно есть ferrari отмене джеки детализация у них тоже отменнейшая просто даже чуть получше даже будет но это зрительно не видно это когда уже начинаешь модель в руки брать и рассматривать там близко тогда начинаешь видеть вот эти всякие мелочи когда у томика винтаж него детализация ну получше но у обоих что у киоша что у томика винтаж него детализация убойная просто слов нет вторая ferrari это у нас ferrari 512 bb до этого я снимал обзор на ferrari 512 bb просто а это уж с индексом ой то есть если помните такая модель у меня вот обзоре была у нее было слева одно зеркало справа не было зеркала это это в реальности модель такая идет с одним зеркалом и у нее низ вот после этой черной полоски он черный полностью ну и по-моему в давненько я смотрел по эти про эти модели чем 512 bb отличается от ferrari 512 bb там комплектация немножко другая и вот то что я сказал что одно зеркало и как раз немножко другой так как я недорого продавали что в районе полутора или двух тысяч это же короче сразу же купил короче вот потихоньку скупаете все ferrari потому что мне прям нравится последние киошу конечно страшно делают детализация там такая страшная что это вообще капец особенно вот эти зеркала топорные которые они делают поэтому я новый новые модели от киошу даже стараюсь не рассматривать но есть конечно исключение когда они нормально более-менее делают да есть вариант смысл покупать а так испортилось у них конечно качество киошу или она всегда вот так вот было какие-то модели хорошую офигенной детализации делались какие-то не особо они старались вот я стараюсь брать конечно те модели которые прям даже близко смотришь модельку чтобы она была вообще идеальная подки по детализации вот это одни из этих моделей такой аппарат колеса вообще крутятся без проблем моделька катается приятно очень держать в руках и цвет кстати вот у киошу от ferrari он обалденный просто очень красивый цвет вот кому интересно можете посмотреть в предыдущих роликах у меня там очень большой обзор на ferrari был от киошу у меня там уровень 10 моделей которые разом заказал вот такие вот модельки короче я очень рад масштаб опять в принципе совпал миллиметр в миллиметр потому что я уже как машинки приходят я начинаю просто измерять там штангенциркулем и колесную базу и длину и чтоб они прям были реально 64 масштаб не миллиметров меньше миллиметров не миллиметром больше вот потому что они грешат киошу тем что бывает что делают не в масштабе модели это редковаста конечно у них но у меня уже такие две или три модели так по поводу вот этого не санчика который стоит в предыдущем ролике можете посмотреть на него тоже обзор так что подписывайтесь на канал подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка в шапке канала на мою группу все всем удачи всем добра